Какие люди живут в Восточной Европе? Какие люди живут в Восточной Европе? Что мы видим в Центральной Азии, в Казахстане, в Кыргызстане, в Таджикистане? Это потеря самостоятельности. Добрый день, с вами Дергачев Инсайт. Сегодня мы разговариваем с Ерболом Мельдебековым на его выставке, которая проходит в Алматы на Борибаево 36. Выставка называется «Точка становится кругом» или «Темные призраки светлого будущего». Ербол, привет! Привет! А твоя выставка должна была собираться пять лет для того, чтобы состояться, или больше времени ушло на то, чтобы создать все эти работы? Ну, я думаю, скорее всего, да, это 4-5 лет. То есть, в смысле, мы уже год как-то пытаемся делать. А почему? То есть, в смысле, мы хотели делать выставки. То есть, многие мои проекты, наблюдения связаны были с Афганистаном, потому что я где-то, по-моему, 11 лет назад представлял, в смысле, в моей галерее Гонконге, Россию-Россию, представлял. То есть, в смысле, там сезон Гендукуши. То есть, гора, то есть, меняется через гору. Я хотел политику. То есть, ситуация в Афганистане как гора Гендукуша. Это Гендукуша – это главная гора, в смысле, Афганистан, на которую разделяет. В смысле, в чем? Я… То есть, у меня теория, то есть, я могу сказать. Многие конфликты, многие проблемы я рассматриваю через ландшафт. То есть, там есть лес, гора. Вот проблема, основная проблема Афганистана, я думаю, это гора Гендукуша, потому что расположение гор всегда ситуацию меняет. Поэтому просто вот сезон Гендукуши, идея в том, что ситуация в Афганистане как гора Гендукуша. То есть, как сезонный, там зима, лето, весна, осень. То есть, вот так меняется. То есть, смотри, вот в то время американцы были. Я считаю в том, что это было, в смысле, вот, лето. А потом осень, талибы придут. Потом зима, там какие-то, черт знает, кто-то придут. Просто, видишь, я всегда… А русские – это что было? Весна? Когда? Когда было советское вторжение? Это зима была. Зима была? Зима была. Нет, 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 это было осень. Осень, все-таки. А потом зима – это уже матчахеты. Потом просто пришли другие. Осень был. Скажи, пожалуйста, почему все-таки Афганистан, да? То есть, ты такой геополитический художник. У тебя… Ты себя совершенно спокойно, свободно чувствуешь в Средней Азии, да? То есть, тебя нельзя назвать казахским художником. Ты художник Средней Азии, который делает работы Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении и Афганистан, который, на самом деле, даже в Средней Азии многим абсолютно непонятен и загадочен. А у тебя, да, Афганистан просто в центр становится, ты говоришь. Это гендукуш. Гендукуш, вот я там прочитал, убить индуса, на самом деле, в переводе, да? Да, да. И с фарси. Да, с фарси. То есть, почему ты так Афганистан-то ставишь в центр, и что ты про это понимаешь с тем, чтобы Афганистан задавал вообще вот всему, скажем, по последующему окружению-то дорогу, ну не дорогу, а смысл? Потому что, смотрите, когда часть Центральной Азии была включена, в смысле, вот в Советском Союзе, то есть, как-то, советские институции будем считать в том, что, а остальная часть, Афганистан был в свободном плавании, и потом он всегда подвержен импульсам. То есть, вот, смотрите, сначала англичане хотели что-то там получить, потом американцы хотели, потом Советский Союз, Иран, Пакистан, потом какое-то время эта страна не выдержала, потом он бездно упал. Проблема эта история, то есть, когда вот новое независимое государство, и эта проблема, сейчас что творится? Вот, вот смотрите, в Киргизстане, да, многие не хотят об этом, да, там, что странно, многие художники, те, которые там, в смысле, вот, многие институции, да, такое ощущение, что они живут где-то в Восточной Европе. Ну, такие тренды, такие риторика в том, что, видишь, они пытаются делать, ну, страна же живет, очень похож Афганистан, конфликт таджиками с киргизами. Это чисто афганские проблемы. Там же не от того, что кто там пытается делать, я не хочу разбираться. Я, суть проблем в том, что, как врач и диагноз, я ставлю, говорю, вот, примерно так, а так я не хочу политикой заниматься. Я говорю, что... Смотри, у тебя половина выставки, на самом деле, вот этой, это Афганистан, половина, это, ну, Казахстан. Да, да, Казахстан. Да, и Центральная Азия еще, ну, не половина, грубо говоря, 30% Казахстан, 30% Центральная Азия, да? Да, да. А почему он так сопряжен? Казахстан тоже, на самом деле, находится в той же парадигме? Да, это очень близко. Смотря на всю нашу европейзацию. Очень близко, вот, смотрите, я вам просто, вот, те, которые в версии, то есть, в смысле, которые, поверхность, сначала, вроде, смотрите, там, ну, ладно, будем не о хороших вещах говорить, прибыли, то есть, ну, ДКБ войска, прибыли сюда, они прибыли обычно, да, недели побыли, их попросили китайцы, но все говорят китайцы, обратно просто, видишь, как. Сейчас тоже, потому что, смотрите, сейчас все равно Казахстан, Центральная Азия, ну, все равно в каком-то мере связаны с Китаем, с Россией, с Китаем пока. Потом, может, другие, ну, давайте будем, 50 лет назад, это один к одному, афганская ситуация. Когда Центральная Азия, Советская, Центральная Азия была связана с советской институцией, да, это проблемы не было, там, другая риторика. А когда Афганистан, это независимое государство, эти, в смысле, как, будем считать, в том, что разные, вот, видишь, как, потому что требовали как-то вот так вести, вот так вести, поэтому какое-то время эта страна пропасть упала. Просто, видишь, только так, просто, видишь, я, я не пророк, я не ванга, просто я работаю как-то, какое-то время... А похоже, Ербол, похоже, что пророк, потому что, на самом деле, работы-то абсолютно пророческие, да, вот мы сейчас сидим на фоне твоего падения автора, да, то есть работа когда сделана? В ноябре? Год назад. Нет, год назад, да, эту работу хотели, в смысле, сначала, Анна Галерийская выставить в Лондоне, не хочу, то есть, в смысле, а потом мы хотели Удиный это выставить проект, потом, то есть, в смысле, долгое время это когда задержался, то есть, Анна Галерийская хотела отлить, ну, как-то два с половиной месяца она застряла где-то в самолете, я не знаю, просто, видишь, поэтому это много, это хорошо, что, спасибо, это вот, Барибаева 36, Они помогли, они решили эту проблему, потому что, ну, они помогли, это вот, в смысле, немножко в материале сделать, мы сделали. Работа сделана год назад, за, как минимум, за год до январских событий. В октябре мы закончили. В октябре? Да, 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 в октябре. Хорошо, а на самом деле постамент воспроизводит, постамент памятника Назарбаеву в Нур-Султане. Да, для этого сделано было. Я же как, я же, в смысле, я же скульптор, монументалист, поэтому многие проблемы у меня связаны с этим, монументально, хочу, не хочу, потому что многие работы у меня вот здесь просто, и, видишь, какие-то пазлы его так крутятся, он только так, это просто, это один к одному астанинский постамент. Как ты его рано уронил, и заранее как ты его уронил? Не, ну, идея была, потому что, в том смысле, как, я, идея изначальная была, то есть, снять мою форму, как греческий просто форму снимает, а потом, в том смысле, я залез в этот постамент, потом кто-то, такое ощущение, меня толкнули в позе Саддама Хусейна. Это было так, потому что не от того, что я не предвидел, потому что пазлы были. Все равно я художник должен мистифицировать, я должен... Когда ты говоришь пазл был, что ты имеешь в виду? Ну, когда я говорю пазл, я разными пазлами работаю. Вот смотрите, вот история Ирака с Адамом Хусейном, история арабской весны, не от того, что я не думаю, в смысле, вот здесь, в итоге, история Афганистана, и потом ситуация, как была в последнее время, везде начали, в смысле, памятники. Это не только там кино снимать про наши, вот Эльбасы, Каепас, потом начали везде как памятники. Это шаблон же есть как-то, вот старые привычки всегда просыпаются делать Ленина просто, видишь? И это тоже как-то начал везде памятники делать, в смысле, там уже планировали, черт знает где, если там Ельбаса сидел бы еще там полгода, год, наверное, еще пару там, точно там 5-6 памятников, областях точно поставили бы. Ну, это работа с этим была, как художник всегда протестный. Я считаю, все просто как протестный, когда, видишь, как фигура, всегда я должен другое как-то, видишь, как. Это не оппозиция, художник должен другое как-то представлять. То есть ты показываешь не то, что хотят видеть, а то, что ты деконструируешь и переворачиваешь. Да, вот греческим ситуациям со всеми. Машины, которые запущены в Центральной Азии, государственные машины, да? То есть ты вот в одной из работ говоришь, что на самом деле они очень похожи. То есть центральноазиатские машины государственные Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркмении. И только киргизская машина, она генерирует революции. Да, да. То есть сейчас казахская машина будет генерировать революции, на твой взгляд? Или она вернется к воспроизводству вот той самой псевдо-стабильности, которую воспроизводят другие госмашины в Центральной Азии? Это очень опасное явление. Я считаю сейчас, я громко, то есть я прожил немножко, я могу конкретнее сказать. Это сейчас наша система, это вот такая близко полуфашистская система, как франко-испанский. Это такое просто, видишь, как все везде происходит, там пытки, там всякие ужасы, просто он сидит холодный, просто все, как будто не слышит. Где-то там кусок децил демократии пускает, где-то вот так пускает. Обычно многие фашистские системы так делают просто, видишь, кто-то пытается как-то постирать себя просто, показать, то есть миру как-то, Олимпиада, там Бенале всякие просто, видишь. А кто-то делает просто так, это не режимы, полуфашистские, фашистские режимы, полуфашистские режимы, они хотят себя просто как показать в чем-то, как респектабельные. Потому что поэтому всякие просто помыть, то есть, в смысле, постираться, Олимпиады поэтому устраивали, мы знаем, что, видишь, как история, как это было. Всегда моя работа с этим связана, с этим разными пазлами просто, видишь, когда я говорю, это машина, это просто всегда, я же художник, я связываю авангардом, русским авангардом, в том, что вот Лисицкий, вот когда Афганистан, это неспроста, когда Лисицкий, его клич в том, что он хотел там второй интернационал, он хотел создавать, как, он, то есть, все равно политический авангард, он создавал креаторов, хотим этого, не хотим, Эльбаса, это последний из Магикана был, это последний коммунист, хотим этого, он как продукт этого машины был, а потом после этого другое, потом третий, когда мы соединяем Афганистан, афганский проект, это был последний проект политического авангарда, то есть, смотрите, вот, интернациональный долг, ну, вот, как Лисицкий, как работали политически, авангард, все равно, как Гройск говорит, это продолжение, сталинизм всего просто, видишь, он застрял, но я же художник, я же имею право мистифицировать в том, что вот где воткнуться, вот я говорю, Саланге воткнулся, потому что это последний проект был, в смысле, вот, метрострой московский, то как его дырку сделали, то есть, в смысле, как, а потом... Это, это, Саланг, ты говоришь о тоннеле, да, да, о тоннеле, который был построен Советским Союзом, да, и твоя работа, это воспроизведение вот этого, метафора этого тоннеля. Да, да, тоннель как-то, черный квадрат, ну, всегда же разные версии есть, я говорю в том, что, ну, факт в том, что это риторика, который, да, вот, в смысле этого авангарда, то именно последний политический проект, это был афганский поход, вот, интернациональный долг. Смотри, Афганистан самое архаичное государство, которое, до которого мы можем дотянуться, одновременно ты говоришь, что это последний проект мирового авангарда, да, то есть, искусство, то есть, вот, архаика и авангард, они соединились так круто, да, что все упало, чертовая матери, в яму. Да, 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 вот именно в том, что, и, можно я скажу? Да. Многие мои работы связаны с временем, потому что, смотрите, это вот новый человек, человек как нового авангарда, как афганский авангард, это креатор, он должен быть как в афгансии, то есть, в смысле, вот, как нового, вот, космического, он крутится, он как время просто, нового, а потом он столкнулся с ландшафтом, где когда-то время остановился со времен македонского, просто, там где-то живут вообще вот так, ну, вы знаем, там, просто, видишь, и столкновение, просто, видишь, произошло, вот, смотрите, утром, в 79-м году все проснулись, а, нет, нет, это уже, в смысле, это потом просто, видишь, все проснулись, потому что и смотрят, там уже, ну, всем говорят в том, что всего нету, бога нету, и красный флаг, ну, здесь просто, видишь, как там, ну, это был как-то взрыв, потому что, смотрите, там люди живут веками, ну, как, время остановился где-то так, и столкновение другого временного режима, то есть, другого скорости, я же художник просто, видишь, поэтому я всегда мистифицирую этот просто случай. Работы, вот две работы афганского цикла, убить Дауда и убить Амина, да, а работы, они, ну, не просто выразительные, да, то есть, они такие, с одной стороны, метафорические, с другой стороны, очень прямые, с очень прямым сообщением и с очень прямой цитатой, значит, решения вот этих самых революционных властей, Да, 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 да председателя, то есть каждый раз вот такой это вот из фарси этот текст каждый раз повторяется в том, что видишь, я же художник, у меня очень важная эстетика, то есть в смысле вот ландшафт Кабула там все, каждый раз это повторяется, и потом для меня очень важна цикличность, вот смотрите почему я сделал из фанеры, фанер же состоит из разных вот этих смысле разных слоей, да, и это тоже, в смысле, это работа тоже вот, который, матрешка тоже состоит из разных вот в смысле формы, то есть где-то там даже нет формы я все равно добавляю, это этот ландшафт состоит из разных вот элементов Криэйтор Назарбаев Творец Назарбаев вот в твоей в твоих проектах, да то есть он, вот он у тебя привидение в одиннадцатом году при проведении выборов да, 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 да когда вот эти самые плакаты ну, не плакаты, баннеры, которые мы все хорошо помним а вот а потом работа постистория да, с фильмом Назарбаеве от младенца до, значит, его посещения Мекки и там и потом вроде как он уже на небеса уходит а потом через какое-то время возвращается к действительности да, да очень похоже с тем, как пропал у нас наш первый президент на три недели а потом вдруг из небытия как с неба вернулся да а все-таки Назарбаев в твоей мифологии это творец это субъект или объект игры давайте я я попытаюсь со своими словами в том смысле Назарбаев я считаю это одна из последних креаторов в том смысле как в том смысле который он он как последний из Макикан но он пытался какое-то время он пытался потом он как-то перестал как-то роль играть проблема в том что моим проектом как другие вот как как делать с него эстетическую форму то есть вот смотрите какое-то время он мне как-то я ставлю просто видишь можно убрать Назарбаева а это общество создал бы другого фигуру даже это применимо в России вот если сейчас то есть Путин да если Путина не был бы ну наверное я думаю народ слепил бы очень похоже Путина просто видишь до этого если пришел бы вот демократ как-то вряд ли просто и точно так у нас тоже видишь как поэтому мне важно я же художник какое-то время я же не политик не не политолог я мне интересно политическую то есть эстетическую часть когда я говорю фильм снимает про этого Назарбаева мне очень важно вот начальный серий библейский сюжет потом в смысле вот Володя там всякий потом другой потом вообще боевики пошли потом какое-то время смотрите он решается уйти там в смысле Мекке он все сделал жизнь прекрасна в смысле потом он пытается куда-то уйти почему то есть этот проект я до этого выставлял в Брусселе выставлял Гонконге проект синема кино еще разная серия то есть здесь после истории вот смотрите он говорит пятая серия все это я ухожу он в Мекке побыл все атрибуты просто а потом он снимает шестая серия то есть в смысле он как очень хорошо описал Достан он возвращается от Бога то есть он все просто уже выше Бога когда и потом наш проект вступает реальность реальности он пропадает куда-то после истории у нас в смысле проект как он то есть как-то он историю прожил как европейском понимании история всего Богу а потом от Бога возвращается а потом пытается куда-то идти то есть в смысле вишь как а здесь в нашем проекте тоже он в смысле он уходит куда-то пропал потом обратно возвращается. Вот с силой, говорю, он продолжает наш проект. Как-то, вот, как-то, видишь, как, после истории, вот, после всего, он, в смысле, в нашем проекте он уходит куда-то, а потом возвращается. Реальности тоже. Эльбасы, в смысле, какое-то время он уходит, говорит, а потом возвращается. Вот сила искусства в этом просто, видишь, когда я говорю, я локальный художник, просто, видишь, ситуация, мы что-то делаем, мы не предполагали, чтобы он, то есть, в смысле, вот точно так, его помехник. Мы думали, он, в смысле, мой проект будет такой жесть, как-то вот, когда вот эта риторика, все пытаются, вот, Ельбасы, как-то, Ельбасы нету его просто, видишь, вот, Клеща остался. Точно так, я знаю, в том смысле, когда Ленина сняли помехника, да, а от этого машины же остался, вот пытается, и поэтому многие батыры, это точно так, очень похоже, как-то в чем-то продолжение Ленина, а не в такой позе, в такой манере, ну, потому что машина же работает. И это очень похоже, то есть, ситуация афганская. Я понимаю, то есть, многие это просто многим, некоторым не нравится, но для меня очень важна... Да пугаешь ты Афганистаном, Ербов, пугаешь ты вообще вот этим мотивом и этой мифологией, которую ты показываешь. Ты вдруг нам показываешь, что мы сами-то на самом деле в Афганистане живем, ментальном. Конечно, это не то, что не нравится, это такой страх вызывает. То есть, твои работы вызывают большой страх. Не, ну, ясно, ну, ну, смотри, хорошо или плохо, я живу в этом ландшафте, в том, что никто не ожидал, никто не ожидал, вот сейчас будет, в той смысле, вот в январе, никто не предполагал это, думает. Ну, никто. Просто, видишь, если честно, я говорю, потому что это тоже как-то, это долго будет разбираться. Вот это какое-то время может прийти. Никто, никто не думал, вот сейчас, вот сейчас будут такие события. Это настолько банально просто, видишь, как думают. Это, ну, якобы мы пережили всего, как это может быть. Ну, это может быть просто, видишь. Поэтому, не от того, что я никого пугать не хочу, настолько сейчас как-то вот, иногда появляются вирусы, да, потом же антитела. Точно так, я надеюсь, настолько сейчас работает социальная сеть и все, но не допустит. И Китай тоже, я надеюсь, не станет таким просто, видишь, там, для Центральной Азии, чтобы кем-то ужасным просто. Авторитарная угроза. Да, да, да. Очередная авторитарная угроза. Да, это тоже просто, видишь, поэтому... Работа Чингисхан, да, то есть Чингисхан, как какая-то вообще возможность всем посмотреть, наконец, конец на того, кто по-настоящему нравится, да, кого любят, кого боготворят, вот, ты себя сделал Чингисханом, но ты далеко не первый, кто себя сделал Чингисханом на нашем пространстве. То есть, на самом деле, наши правители, так или иначе, хотели бы себя видеть Чингисханом. Да, это тоже, потому что это риторика везде, многие хотят Чингисханом, многие хотят сейчас способом 17 века, империю там, там просто Чингисхан, не только там, даже у нас в государственной политике есть, там Джорджу поставили памятник от больших, маленьких, но какое-то время возвращается, вот такие, то есть, в смысле, подусторонные идеи. Это Чингисхан в чем хорошо, то есть, в смысле, у нас проект был, я не хочу быть Алиевым. Это там был, то есть, в смысле, как, многие проекты же у меня связаны, вот, которые меняются, вот, как-то, надо, какое-то время, нужную позицию надо занять. Вот, это бывший министр, он говорит в том, что я не хочу быть Алиевым. Ну, Хамедулы теперь. Связано всего. А я говорю, рядом, я хочу быть Чингисханом. То есть, видишь, искусство, это просто все равно, это как новая искренность. Это новая эстетика, наверное, потому что, я хочу другой посыл. Я понимаю, сейчас в Центральной Азии живут многие, вот так вот, пазлы европейские, и в чем-то какие-то проекты, очень похожи пазлы московскому концептуализму, пазлы, или там, как мы отмечали, это Бишкеки, вот, такое ощущение, они живут, что в Восточной Европе, ну, такая риторика, это замечательно. Ну, народ же живет в другом, но художник должен, как, как говорит, никто пока не отменял, то есть, искусство отражения природой, как, вот, вся проблема в том, что, я считаю, художник должен интересоваться хотя бы, просто вот, не хочу никого, вот, я художник такой, я работаю локальным контекстом, если кому-то это не интересно, ну, как я могу просто, с ним вступать в какой-то диалог. Художники живут восточноевропейской риторикой, народ живет риторикой, не риторикой, а жизнью Афганистана. И все это происходит в одной стране, и далеко не в единственная страна Киргизия, в которой это происходит, Алмата, это буквально, Таджикистан, ты можешь, январь показал. Да, это просто, я помню, в смысле, вот даже я общался с многими нашими коллегами, просто, видишь, как говорят, вот так, то есть, какие-то риторики, там, как в восточной Европе, там, ты просто, видишь, дискурсы, это замечательно, очень хорошо. Я заказал одну работу свою, кожу, да, там, в смысле, рядом рынком Дордой, то есть, в обед, и все бросили, да, прям, вся этот рынок, да, молиться прям там, просто, видишь, я вспомнил, то есть, какое-то отношение имел, просто, видишь, я помню, как, а где-то риторика там, это так, я понимаю, я не хочу никого обижать, просто я, да, сейчас можете сказать, что я вообще представляю, какие-то, нет, нет, просто, я такой, я, я хочу, как зеркало, что есть, то есть, как, какая риторика, какие просто, видишь, вот, мне это, это интересно, но очень сожалею, потому что в Казахстане, в Центральной Азии, то есть, многие, то есть, ну, не хотят этого, просто другие там, европейские пазлы, ну, пытаются какие-то делать, но это тоже замечательно, это очень хорошо, может, как-то делать, но для меня, этот, ландшафт важнее, наверное. Для тебя ландшафт важнее. Единственная работа, которая была сделана после января, на этой выставке, это вот видео со звуком, мы сейчас звук попросили приглушить, 180, по-моему, да, минут тишины, называется. А вот, то есть, это работа, где ты проговариваешь буквы казахского алфавита, ну, ты твой герой, да, акцент, хорошо, в смысле, как, эта ситуация, я надеюсь, мы многие пережили, какое-то время, отключает интернет. Обычно такие моменты делает, я слышал, африканских странах делает, всего делает, что надо делает, это понятно сейчас просто, что всего просто, видишь, я считаю, не только я, многие, это какой-то эксперимент, потому что, сделанный эксперимент, потом этот эксперимент, возможно, будет применять в Белоруссии, или в России, где-то. Я, это мои художественные фантазии, не только, там другие сейчас пишут. Ну, то время это понятно, потому что, смотрите, интернет отключает все просто, и делает все там, расстрел, всего-всего, хорошо. Ну, это столько часов, без всего информации. Вот смотрите, мы привыкли, да, я не смотрю местные прессы, давно я даже путаю, где Хабар, где этот, абсолютно не смотрю. Я смотрю другие каналы, другие, более свободные информации. И вдруг, все отключается у меня, как будто я попал куда-то, в смысле, куда-то в степь, или вообще, черт знает, где-то Марс, просто, видишь, я не могу никакой информации получить. Я абсолютно не смотрю, это Хабар, всего просто, видишь. И так получился в том, что я не могу ничего не делать. Такое, вот этот, я живу в горах, горы есть, вдруг горы нету, ничего нету просто. Я, такое ощущение, я как в Марсе, только могу дозвониться, достану, или это кому, там, два-три, просто, видишь, после этого. Я считаю, просто, наверное, это очень похожий эксперимент, в том, что, видишь, они провели эксперимент, как реагируют. Вот бывает же, мыши, как реагируют, в том смысле, делают всякие, как народ, что-то держать. Иногда придумывают какие-то послы, вот Чингисхан, алга там всякие имперские, или как там, что народ надо же вот так, чтобы держать в тонусе. Одна из форм, которую просто, я считаю, это эксперимент, я не знаю, хорошо. А второй, то есть, в смысле, мой проект, это связано вот с тем, которые погибшие люди, да, просто, ну, вот, вот смотрите, бывает акцент, вот, Париже, говорят, ну, это везде есть, арабский акцент, скажете, там, польский акцент, или там, в смысле, в Москве, армянский акцент, грузинский акцент, центральный азиатский, прибалтийский акцент. Мы прекрасно знаем в том, что, я беру в том, что, смотрите, тоже в детстве, то есть, в смысле, мое ощущение, да, моя бабушка, когда всегда рассказывала, то есть, вот сейчас я поеду в Бисокий, я не понимаю, в Бисокий, говорят, Високий, я не понял, а когда в школе, уже, когда вот эту школу, в смысле, вот там, русский язык изучать, наш поселок называется, вот, центр поселка, но тут только у меня часть была, в смысле, там, разъезд, центр поселка, название Высокое, а она всегда, вот это, они же в возрасте, Високий, вот, если скажешь им Высокое, они не понимают, но все равно, просто я считаю, тот акцент, который, да, я вот, в смысле, казахском языке, многие буквы нету, Ч, то есть, В нету, вот, Володя нет, то есть, Ч тоже, видишь, меньше используют, поэтому я просто тот язык взял, вот этот, который, акцент, чисто акцент, я просто, и потом чисто, вот этот стиль, так вот, этот стиль постмодельный, то есть, в смысле, все эти, проговариваю все списки, то есть, в смысле, те, которые погибшие, то есть, я беру, не как алфавитные, то есть, в смысле, те, которые погибли, когда там, четвертого там погиб, пятого погиб, шестого погиб, я беру их, и их не, и потом без точки все убираю, вот, То есть вот так просто, видишь? Если Вадим, то есть, в смысле, видишь, там, бедем, просто, видишь, никто не понимает. Если я тебе скажу бедем, ты не понимаешь. Это вот акцентом, казахским акцентом, вот так просто, видишь? И дальше вот я просто проговариваю. Это просто та акцент, когда-то существовал в сильной форме. Ну, сейчас их почти, но мало. Это акцент просто, видишь? Только так, грустно. Достан Кожахметов у нас сейчас продолжает говорить о выставке, которую они сделали с Ерболом Мельдебековым. Привет, Достан. А вот, пожалуйста, дай свое представление о том, что вообще происходит в этом, на первый взгляд, действительно огромном пространстве. Ну, когда вот его осматриваешь, когда смотришь всю выставку, когда понимаешь, сколько много на себя каждая работа и каждый цикл оттягивает внимание, то понимаешь, что вот этот большой дом, на самом деле, не такой уж и большой для этой выставки. Вот. Что, какие смыслы, может быть, мы не увидели сразу, или мы все сразу, вот все люди, которые приходят сюда, они все сразу видят, и здесь никакого двойного дна нету? Как, на твой взгляд? Я это видел и вижу так. Для меня это необычность этой выставки, необычность этого проекта. Тут надо сказать, что Ербол предложил мне партнерство, можно сказать, с этой выставкой больше года назад. Для меня необычность заключалась в том, что я увидел, что очень много разных тем, которые он разрабатывал на протяжении больше 20 лет, он хочет объединить в один большой проект. Это, знаешь, для меня было вначале немножко похоже на вселенную Марвел, скажем, да, или вселенную супергеройских комиксов, когда сначала снимается условно фильм про одного супергероя, потом второй, а потом какой-то объединяющий, ну, там, Мстители условно. Вот для меня эта выставка была таким Мстителями от Ербосына Мельдебекова, где он разные темы, которые затрагивал на протяжении 25 лет, свои работы, которые его волновали, разные истории, которые его волновали, он решил объединить в одну большую историю. И плюс еще, вот он впервые меня познакомил вот с этой теорией, теорией машин, которая, конечно, не бесспорно, наверное, не бесспорно, я думаю, там, знатоки русского авангарда, например, тоже у них возникнут свои аргументы, может быть, контраргументы в отношении версии Ербола, так скажем. Но мне показалось, она очень-очень цельной, очень интересной, и, ну, я не скажу, я загорелся, я загорелся, мы год, больше года всеми силами пытались воплотить этот проект, чтобы он не остался таким, не остался таким мечтанием Ербола и Куратора. Вот, вот это мне привлекло, вот эта цельность, вот я не хочу говорить, что Ербол там подводит итоги, нет, на самом деле, вот, у него очень много идей, и у нас есть еще проекты, у нас есть не менее интересные. Но вот эта выставка, это как раз, как раз такое собирание камней, что ли, собирание камней, ну, на мой взгляд, очень важная, а может быть, самая важная выставка в творческой жизни Ербола. Вот два момента, то есть, первый, действительно, абсолютно не возникает ощущение какого-то итога, и про это вот ты сейчас сказал, я только, вот только до меня дошло, да, что Ербол-то, на самом деле, это мальчик взрослый, и вообще говоря, художник-то, который очень, действительно, очень долго работает, но ощущение какого-то итога, или там, вот, вон он уже с этого, с постамента-то упал, не успев залезть, поэтому нет, ощущение энергии есть, это совершенно точно. И второе, мне кажется, что эта выставка, она не просто, может быть, самая значительная в его творчестве, она и политически, и активистки, и художественно, наверное, самая важная выставка, которая сейчас есть и в Центральной Азии, не только в Казахстане, потому что, ну, тренды, они же не просто так возникают, да, то есть, они предугадываются. Вот эта параллель с вселенной Марвел, она очень интересна, но, и вот, она дает там героев это, но, с другой стороны, она такая, конечно, ну, немножко это комиксная, вот. А вообще, насколько визуализация у него, да, то есть, насколько визуализация важнее слов в том, что он делает, как ты думаешь? Ты знаешь, мне кажется, вот, Ербол, он такой художник, у которого аналитические рецепторы и образные рецепторы, они работают абсолютно в унисон, абсолютно в гармонии, в этом его сила, я думаю, и в этом его уникальность. Визуально, вот, мне нравится выражение Анны Толстовой, она сказала про Ерболу, что он оглушительно визуален, это правда, но при этом он очень интеллектуально, аналитически насыщен. Да, вот он долго работает, я тоже, я, да не только я, я думаю, все обращают на это внимание, что при внешней лаконичности образов, при этом они очень-очень смыслово насыщены. За такой минималистической работой скрываются огромные пласты истории, огромные пласты истории искусств. Вот, да, это вот такая, вот так настроен его, вот так настроен его художнические рецепторы. Вот геополитика, политика и вообще большая игра здесь, да, вот, отраженная в творчестве Ербола Мельдебекова. То есть, насколько для тебя это актуально, то есть, насколько тебе кажется это правдой, или это какая-то параллельная реальность, которая все-таки не очень ложится на реальные события? Нет, я бы не стал заниматься проектом, в который не верю. Конечно, я считаю, я считаю здесь такой прогноз художника оказался точнее прогнозов многих политологов. И, кстати, вот сама его теория вот этих вот машин. Государственных машин. Государственных машин, производящих, по сути, воспроизводящихся самих себя. Вся машина, которая, по сути, является деградировавшей советской машиной, на которую повлияли в том числе идеи русского авангарда, это выглядит замысловато. Но я в реальности, я вижу только подтверждение основных, практически, не практически, а всех постулатов этой теории Ербола. Он говорит об организации региона, и вот мы это прописывали год назад, мы об этом говорили год назад, и вот это происходит на наших глазах. Да, пока заехали на неделю российские войска, но и войска ОДКБ. Но я в последние месяцы, да и не только я, думаю, наглядно почувствовал, насколько Казахстан не независимая страна. Ведь проблема Афганистана тоже. Проблема Афганистана была в том числе в том, что она, по сути, потеряла свою независимость даже задолго до ввода войск, советских войск в Афганистан. Там сидело практически марионеточное правительство, коммунистическую партию поддерживал Советский Союз и, по сути, диктовал политику, определял политику Афганистана, Советский Союз. Это то, что мы видим сейчас. Это то, что мы видим в Центральной Азии, в Казахстане, в Кыргызстане, в Таджикистане. Это потеря самостоятельности. Это путь в Афганистан. Вот Ербул говорит, что он не пророк, что он на самом деле работал на противовесе, на противодействии. Те хвалят, я уроню. Те говорят, что все хорошо, я посмотрю, где плохо. Но на самом деле вот эта выставка, она полностью, ты совершенно прав, то есть она полностью подтверждает все, что в ней было заложено. То есть она обогнала действительность, обогнала реальность. То есть это выставка пророчества. То есть мы сейчас ходим, смотрим и понимаем, что, ну да, художник-то все на самом деле увидел, предсказал. А теперь мы уже после событий ходим и в работах видим подтверждение на каждом шагу. То есть и вся мифология от НКВД, которая, как выясняется, никуда не девалась, до современного сегодняшнего Чингисхана, который тоже никуда не ушел и который по-прежнему продолжает крутиться. Вот, то есть выставка как пророчество, художник как мессия, да, но он, конечно, от этой роли отказывается. Ну хорошо, а завтра что? То есть куда вот с такими талантами, куда двигаться-то? То есть дальше что? Тут, да, ответ есть. Я думаю, Ербол скромничает. И тут еще, мне кажется, уместно слово не то, что предвидел, а понял. Он просто понял, в какой системе живет этот регион. И он его понимает. И тут лично мой прогноз не оптимистичный. Поскольку, опять же, поскольку, согласно теории Ербола, да, машина воспроизводит только саму себя. Вот. А Назарбаев прав, когда он говорил, что после меня будет еще хуже. Потому что вот он создал эту систему, в которой может выйти только, вот, подобный ему персонаж, но только действительно хуже. Потому что это будет, это как сломанный, это как ксерокс. И вот мы распечатали копию и снова заложили ее в ту же копировальную машину. Какое изображение у нас получится? Изображение у нас получится еще хуже предыдущего. Вот. И вот это вот постоянное воспроизведение ухудшенного изображения у нас будет происходить. Что делать? Поломать машину? Ну, конечно, избавиться от нее. Ну, как бы полностью надо менять парадигму. Мы живем вот ровно в той же Назарбаевской парадигме, какая была два месяца назад. Она практически ничего не изменилась. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...